Продолжение следует... Давайте начнем с базы. Основа у нас будет рисунок на две четверти, где бочка играет на первую долю, мало играет на вторую долю. Хай-хэт играет восьмыми нотами с пульсациями на раз, два и раз и два и... Давайте я сыграю этот рисунок, я думаю, вы все его хорошо знаете. Отлично! Хай-хэт играет восьмыми нотами. Оставляем бочку и малый на тех же самых местах, а хай-хэт с восьмых нот меняем на шестнадцатый. Пульсация остается та же самая. Давайте теперь попробуем соединить эти два рисунка в одном темпе. Воспользуемся метрономом. Я буду играть четыре раза рисунок с восьмыми нотами в хай-хэт, четыре раза с шестнадцатыми. Три, четыре. Если у вас не получается сразу перейти от восьмых к шестнадцатым, разберите этот момент отдельно под метроном. Давайте попробуем. Я буду играть один такт восьмые ноты, один такт шестнадцатый. Отлично! Следуя примерам, которые были указаны в предыдущих занятиях, когда мы добавляли бочки на вторую шестнадцатую, на третью шестнадцатую, на четвертую, также добавляли малые барабаны. Попробуйте собрать рисунки при пульсации хай-хэта шестнадцатыми. То есть добавьте бочку на вторую шестнадцатую. Добавьте бочку на третью шестнадцатую. Добавьте на четвертую. Попробуйте играть одни и те же рисунки, я имею в виду одни и те же рисунки бочки и малого, но с разными пульсациями в хай-хэт. Допустим. Также вы можете в этом рисунке открывать хай-хэт на первую ноту, на вторую шестнадцатую, на третью шестнадцатую, на четвертую. Давайте я сыграю сейчас два раза рисунок с открытием хай-хэта на первую шестнадцатую, два раза рисунок с открытием хай-хэта на вторую шестнадцатую и так далее. Выучите, пожалуйста, все рисунки по отдельности, под метроном. Научитесь их потом чередовать друг за другом. Играйте четыре раза один рисунок, четыре раза другой рисунок, четыре один, четыре другой, до тех пор, пока у вас они не будут играться автоматически. Потом добавьте в эту схему еще рисунок. Играйте четыре один, четыре второй, четыре третий, которые вы уже предварительно выучили. Добавляйте к этим рисункам заполнение, добавляйте бочки, малые барабаны, хай-хэта. Научитесь управлять всеми конечностями. Играйте, пожалуйста, под метроном и регулярно. Давайте мы рассмотрим еще несколько пульсаций. То же самое, что мы играли в хай-хэт одной рукой, можно сыграть двумя руками. Только давайте у нас основа пульсации теперь будет на раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Как мы играли в упражнении. Руки играют все время правая, левая, правая, левая, правая, левая, правая, левая. Если у нас бит изначально был. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выучите, пожалуйста, эту пульсацию сначала с простым рисунком. Постепенно добавьте к нему бочки. Схема остается той же самой, что и с предыдущими рисунками. Вы играете все возможные варианты бочек, малых барабанов, открытие хай-хэт. Учитесь чередовать эти рисунки друг с другом. И самое главное, меняйте пульсации, чтобы у вас не было никаких проблем при переходе от одного рисунка к другому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте посмотрим еще один вариант пульсации в хай-хэт. Он называется offbeat. Также мы за основу берем простой рисунок на две четверти. Бочка, малый, хай-хэт играет восьмими нотами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь в этом рисунке мы убираем хай-хэт, который играет на раз и на два. И оставляем хай-хэты, которые все время играют. И, и, и раз, и два, и раз, и два, и... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попробуйте, когда вы выучили уже простой вариант этой пульсации, по уже нам знакомой схеме добавить сюда бочки и малые барабаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я сыграл для вас все варианты бочек в этом рисунке, добавляя бочку все время на каждую следующую шестнадцатую. На вторую шестнадцатую в такте, потом на третью шестнадцатую, на четвертую и так далее до самого конца. Пробуйте играть эту пульсацию не только в хай-хэт. Играйте ее в райд, играйте в обод для барабана, играйте в какой-то еще барабан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может получиться очень-очень много интересных рисунков. Как только вы выучили все варианты этой пульсации, пробуйте ее чередовать с другими, с шестнадцатыми нотами в хай-хэт одной рукой, с шестнадцатыми нотами двумя руками в хай-хэт. Еще на предыдущих уроках мы с вами смотрели пульсацию восьмая и две шестнадцатые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ваша задача выучить каждый вариант по отдельности, научиться их играть друг за другом, обязательно под метроном. Делайте это регулярно, и все обязательно получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На следующем занятии я хотел рассказать вам про то, как совмещать рисунки и упражнения для рук, которые мы уже посмотрели, и как из всего этого может получиться музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...